Девушки отдыхают Главное, здесь он работает в том же мехатронном окружении 48-вольтовые стабилизаторы Полноуправляемые шасси Задний активный дифференциал с электронным управлением Градус, конечно, не тот Все-таки минус той силы, да и момент значительно меньше Но это все равно очень быстрый автомобиль Заявленные 4 секунды до сотни Исполняют просто в любой момент В обычном пользовательском режиме То есть один водитель, полбака топлива Старт с две педали И раз за разом штампует 3.9, 3.9, 3.9 Такие крайние всплески темперамента Случаются редко Но шасси настроены именно под предельные режимы Поэтому вот приходится в обычной жизни Мириться с определенной жесткостью На хорошей дороге машина плавная, комфортнее, чем в предыдущем поколении А когда встречается какая-то острая, такая нелогичная неровность То, знаете, происходит как в детстве Когда берешь черенок от лопаты И со всей силы бьешь об дерево Велика вероятность, что и черенку, и дереву ничего не будет Зато останешься без рук Скорость дается без усилий При этом ты ее очень хорошо чувствуешь Нет проекции на лобовое стекло Но на спидометр даже не смотришь По сути дела Чувствуешь 80, значит там 80 100, 100, может 99 Турбо не хватает какой-то здоровой дури В хорошем смысле слова Но люди из Porsche же известны Умением расставлять похожие продукты по разным нишам Вон сколько, 911-х выпускается разных модификаций У каждой есть своя аудитория Что и в случае с турбо Вполне возможно так задуманно Какой-нибудь будущий гибридный турбо-эс окажется безумцем А может быть это часть стратегического плана концерна Чтобы в сердцах людей легче нашлось место для Уруса Каен предпочтительнее эргономически Да, здесь тоже раздражает вся эта сенсорная история Но хотя бы рычаг коробки передач, то чем он кажется Хотя и непонятно, почему он скрипит в руках при пробеге в 3000 км Когда Каен попал ко мне в руки Я подумал, надо записать какое-то видео в формате бессонницы И потерпел неудачу Я думал, сяду сюда и слова сами польются Не тут-то было Это все-таки не премьерный тест-драйв Тут нельзя набить хронометраж за счет просто рассказа О технических особенностях автомобиля Это какой-то разговор по душам на тему, заданную машиной А пара дней в компании Каена не дала повода для вдумчивой беседы Ошибка навигационной системы Вот как так? Что вообще может значить ошибка навигационной системы? Здесь есть какие-то странности, мелкие недостатки, глюки Например, я со своего водительского места не вижу дисплей пассажирской стороны климат-контроля Но на этом не построишь историю Немножко души не хватает в этом Порше В Урусе наоборот, она нараспашку, но как-то искусственно на показ Поэтому из двух обсуждаемых машин я бы не выбрал ни одну Вообще, если вам вдруг интересно, какой лично мой итог этой работы Он довольно забавный Я понял, что я отстал от времени где Слово кроссовер прочно стало синонимом слова автомобиль Наверное, центр тяжести моей жизни все еще недостаточно высок И заряженные кроссоверы, какими бы крутыми они ни были Это просто частный пример тренда, который мне не близок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова